Я не согласен с тем, что западное посредничество хочет вытеснить Россию из региона. Западное посредничество, используя то положение, которое сейчас существует, и в котором Россия является непосредственным участником процесса, стремится достичь результата без участия Российской Федерации и стремится достичь результата с участием Армении и Азербайджана в двустороннем формате. Это смотря уже как Россия видит свое место и роль в мирном договоре, в процессе разблокировки транспортной коммуникации, в процессе делимитации, демархации границ. Эта роль может быть, она видится Россией завышенной. С чем по определенным темам могут быть несогласны как Баку, так и в Ереване. Поэтому говорить о том, что западное посредничество хочет вытеснить Россию из региона, это не совсем верно. И последний элемент по этому вопросу. Россия на земле, она физически присутствует в регионе, в частности военной базы в Армении, российским миротворческим контингентом в Карабахе. И это делает невозможность на данном этапе вытеснить Россию как таковую, если она, конечно, сама не уйдет, а сама она уходить не собирается. Но есть про антироссийскую информационную кампанию. Но в Армении существуют политические силы, они внепарламентские, которые осуществляют эту деятельность, с которыми Пашинян ведет диалог в формате общения премьер-министра Армении с непарламентскими политическими силами. Плюс, надо понимать, что и Соединенные Штаты Америки, к примеру, назначили в Армению посла, которая до этого была послом в Украине и специализировалась на противодействии России в Украине. То есть она заточена на антироссийскую повестку, она специалист по тому, как работает в политическом пространстве, экономическом пространстве, по вытеснению России из конкретной страны. Ну, за примерами далеко идти не надо. После того, как Роспотребнадзор ввел ограничительные меры против молочной продукции Армении, это было где-то дней 10 тому назад, послал Соединенных Штатов Америки в своем твиттер-аккаунте разместила фотографии, как она пробует сыры, то есть молочную продукцию в Армении, и говорит о том, что она очень высокого качества. То есть это все показатель того, что посольство Соединенных Штатов Америки во главе с послом осуществляет вот эту деятельность по вытеснению или же дискредитации использованию противоречия между Ереваном и Москвой в своих целях. Действия Азербайджана за последние два года подвели Россию к тому, что даже на уровне Министерства иностранных дел было заявлено о том, что защита местного населения не является функцией российского миротворческого контингента. То есть тот нарратив, который внедрялся в течение нескольких лет о том, что Россия там, чтобы защитить армян Карабаха, он не нашел своего отражения, к примеру, в мандате российского миротворческого контингента, который не подписан, которого нет, и функциональ. Фактически ответственными российским миротворческим контингентом является только по трехстороннему заявлению это контроль за Лачинской дорогой, который осуществляется не в полном объеме из-за экологической акции азербайджанских экоактивистов. Вот, в принципе, основные элементы. То есть они хотели быть спасителями Карабаха, но этого не получилось. Что касается раздачи паспортов, ну, это один из сценариев развития событий. Однако, опять же, действия Азербайджана по сковыванию пространства для маневра и для России, и для Армении в Карабахе наглядно демонстрирует, что у этой затеи нет будущего.